всем привет дорогие друзья с вами программа приехали великолепная анна шаброва и евгений штыгайло тоже не менее великолепная сегодня у нас прекрасное весеннее настроение потому что нас ждут путешествия но тебе не кажется что не совсем практичная машина для поездок я все предусмотрел у нас будет большая очень практичная и практически огромная машина прошу да да это на здравствуйте сергей валим боком наша компания занимается доставкой автомобилей по россии перегон сложная логистика перевозим автомобили травами поездами пароходами морем всем чем угодно с недавнего времени мы решили расширить наши горизонты взяли дилерство по продаже автомобилей чинлон мотор представляем вам автомобиль чинлон h7 сидельный тягач с колеса формулы 4 на 2 новый флагман китайского автопрома который собирается на юге китая в городе лючжоу как машина правильно называется чинлон чинлон h7 какого года выпуска 24 2024 свежая машина да интересно как какие ощущения у водителя ездить в таком автомобиле спина не не устает есть подогрев сидения есть кондиционер сидения здесь установлен мультируль есть круиз-контроль все показания выводятся на приборную доску здесь встроенные камеры как и на левую сторону как и на правую сторону мы это все видим это если вы помните а не помнишь это горе мама меня фуру убил знаменитые моем знаменитые видео когда реально люди которые едут и пытаются подрезать машины пытаются там вклиниться поймите вас реально не видно не из-за того что водитель просто не хочет ну вот не видала с той стороны а здесь кстати они и зеркала такие достаточно она панорамный смотри вверх боковое вниз то есть ну прям все видно мы можем так же самоконтролировать у машины не только давление колес но и температуру колес что это важно для режима грузового человек допустим также сама может экономить на своей резине он посмотрел у него свыше 120 градусов значит уже нужно остановиться и дать остыть шину конечно конечно если наш восторг по поводу большой машины словами не описать то у парней из дилерского центра есть четкие параметры тысячи километров дорог за плечами и сотни успешных перегонов позволяют судить о машине по данному автомобилю мы забирали в забайкальске преодолели расстояние три с половиной тысячи километров был приятно удивлен автомобиль очень хорошо сбалансировал чувствует себя очень уверенно оснащен горным тормозом и ретардером то есть горного тормоза два положения ретардера 5 положений секрет плавного хода и звериной мощности кроется здесь в двигателе который уже хорошо зарекомендовал себя на российских дорогах двигатели у нас установлен ю чай стопленная система common rail турбонадувом гарет трансмиссию установлен zf тракстон моста и данных круг у нас стоят тормоза дисковые хочется обратить внимание на внешность брутальность этого красавца не просто видимость мы имеем визуально стильные очертания кабины но только лишь послушайте бампер железный щечки железные открываем капот и мы тоже видим то что у нас здесь железяка шахта ниже чем у большинства автомобилей тепло больше поступает в кабину более комфортно все аккуратненько у нас спрятано все провода защищены заизолированы уровень жидкости мы всегда видим он прозрачный бачок стекло омывающей жидкости фильтр салоны интеркулер радиатор радиатор охлаждения также что немаловажно очень удобно у нас щуп находится снаружи то есть мы всегда можем проверить уровень масла не поднимая кабины заряжен для дальних поездок оснащен тех жидкостями маслами и страховкой перегон как мы выяснили это движение в особом режиме со скоростью до 85 километров в час причем будущий владелец может отследить движение по gps вскоре появится и видео отчетность хотя уже сейчас водитель не остается без внимания чем лонг оснащен системой контроля за водителем вот смотрите датчики стоят по левую сторону на стойке есть у водителя как бы он замечает что есть усталость он сразу сигнализирует избавляет ему скорость зона отдыха для водителя просто шикарная не конечно не с чем сравнить вот ваше мнение смотрите допустим что касаемо матраса дан до большинстве машин он очень тонкий здесь он как дома да условно есть обогрев салона водителя остановился где-то у себя в парковочном месте он включил себе подогрев салона выставил температуру не обязательно гонять да не нужно на двигателе спать у него тихо в салоне все хорошо он отдыхает уверенности в китайском автопроме за эту поездку у нас прибавилось на несколько десятков тонн есть еще пару весомых аргументов продолжить знакомство с единственным на весь дальний восток официальным дилером мы несем полную гарантию перед нашим клиентам кому будем продавать автомобиль клиент всегда может рассчитывать на твердую поддержку 24 на 7 потому что не только автомобиля продаем мы также поставляем запчасти от завода-изготовителя гарантия на данный автомобиль один год без ограничения пробега с момента постановки автомобиля на учет после получения технического осмотра первого который будет внесены диагностическую карту гарантия на двигатель 3 года как завод регламентирует это 1 миллион 200 тысяч километров хочется надеяться что автопарки транспортных компаний будут пополняться современной техникой а водители будут охотно садиться за руль женя дай мне тоже пороле тянутся обещал такая категория обычно какая бы для бы у нас вот такая есть пробничек на держать как раз маслица поменяешь там вот это все а в следующем сюжете мы поговорим об автомобильном спорте передаем слова валерия макалузова я буду менять вас изучать матча где тут менять ну вот же дверь открываю пары сетты мы снимаем в основном пилота по хотелось бы услышать со стороны организатора да как у нас все продвигается и реализуется вот на дальнем востоке и приморском крае это уже признанная дисциплина в автомобильном спорте которая имеет свой номер и уже спортсмены могут получать свои разряды и россии по этой лестнице вверх как и любое другое соревнование мы договариваемся с муниципальными нашими службами то есть это скорая помощь пожарные обязательно когда нет ни пожарные не скорой мы ничего не начинаем даже в подотренировок мы просто игре а ситуация была всякие разные когда кто-то забыл к нам приехать им звонишь где вы да мы в пути ждем тут все 80 человек вас просто ждут обязательно конечно же лицензии потому что есть лицензии есть дисциплина все люди у которых есть спортивная лицензия мы их не видим на улице города мне это все знакомо потому что на протяжении восьми лет пока я участвовала в социальных соревнованиях я проходила каждый год медицинскую комиссию и сдавала экзамены чтобы получить лицензию пилота касаемо картинга пилотов с каждым годом становится все больше к нам уже приезжают пилоты с хабаровска это для нас относительно небольшое открытие потому что раньше пилоты были только местные картинг у нас проходит только на прям ринге официальные соревнования пока что возможно в этом году выйдут соревнования на зминке но база это приобрел трофе рейды там согласовали у них интересно они же катается по грунту да не по улице вот в селе много грязи на если перед ним пойдет дождь они все довольны в этом году будет проходить соревнования ралли первой категории пока ориентировочно это будет спаский городской опык мы сейчас уже потихонечку начали подготовку начали искать места уже потихонечку идут договоренности и думаю что в сентябре в октябре мы это проведем дрифт ты говоришь что он переехал в хабаровский край а очень бы хотелось знать какие прогнозы на владивосток потому что здесь были такие замечательные соревнования в которых я принимал участие д-1 международные соревнования рдс рдс гп в приморском крае скорее всего не планируется данные проведения соревнований нам были предложены с егором шумилкиным определенные условия но к сожалению эти условия мы просто бы не потянут организационные моменты автоспорт чего не хватает и я всегда жду себе новых судей потому что новая кровь всегда должна присутствовать но организация это процесс в принципе сложный это куча согласования со всеми ну и самое наверное отдушина это люди которые приходят на соревнования это все смотрят это результаты пилотов которые после гонки идут со всеми словами благодарности что спасибо что мы это все делаем и самое главное в нашей работе это дисциплина поэтому я работаю только на официальных соревнованиях официальное соревнование это подразумевает наличие российской автомобильной федерации лицензии как пилотов так и судейский в том году мне посчастливилось поработать сочинской команды это была серия ротокс макс я не могу сказать что в наши соревнования проходят ниже мы проходим прямо вот на уровне каких-то даже моментах в эфире это вообще здорово пожелаем спортсменам нашим победа хорошего сезона спасибо ну да с такими колесами наверное даже наехать на гвоздь не будет страшно да эти умоляю тут вообще ничего не страшно такими колесами там еще бампер железный спереди так что все вообще шикарно никого разбежалась что сигнали только что шиномонтаж вылечил заднее правое смотрите кто у нас тут стоит это же заднее правое собрала ты в курсе что я пробил сегодня заднее правое колесо не договаривались эта программа приехали шипа топина вот ребят никогда не закручивайте пневмо малоном непонятно а то потом придет ядя саша будет ругаться где-то здесь мое колесо и не все круглые вот в чем понимаешь загвоздка александр специалист по шиномонтажу мастер на все руки и человек которому к счастью попало моё колесо с какими проблемами приезжают люди когда каких колес вы насмотрелись своей практике в основном боковые порезы и погнутые диски сориентируйте что поддается ремонту что не поддается есть таблица допустимых порывов повреждений что-то ремонтируется что-то нет ваше колесо в допуске поэтому мы его отремонтировали достаточно такой ощутимый был боковой порез я думала что все колесо под замену вам повезло у вас получается не вдоль и поперек было повреждение то есть нитки капроновый не повреждаются и это очень легко поддается ремонт ну естественно все зависит от длины порыва единственная рекомендация если колесо спустила на спущенном лучше не ездить иначе латка отваливается а когда у вас наступает самый горячий сезон в каких числах обычно люди приезжают менять колеса зачастую это начало апреля середина но вообще я рекомендую начинать переобуваться когда температура ночью плюс 5-7 градусов а чем чревато долгая езда при теплых температурах на зимней резине во первых она плывет во вторых быстро изнашивается и зимние шины по воде очень плохо ведут можно и аквапланирование получить как часто нужно менять и вообще как определить что пора меня существуют приборы специальные но и есть метки на шинах то бишь здесь допустим полкишковая метка это 50 процентов остатка шины зимние шины меняется когда остается 40 процентов летний когда 30 процентов еще поездим конечно отлично приступаем вот и я пригодился и куда я еду преимущества крупной автомобильной техники очевидны во первых габариты во вторых классный обзор и конечно полчаса держу и реально чуть не умер друзья это была программа приехали очень смешная апрельская а как говорят весь апрель никому не верь вот ему кого-нибудь тоже да таки сломали ничего не сломали как это вернуть я не знаю сколько это стоит но лучше аккуратно пора счет до свидания всего доброго быстрее